На часах 13.05 это значит, что пришло время универсального формата. В студии Юлия Север говорим, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что именно вы можете стать участниками нашего эфира. Дозвонитесь 202 11 22, расскажите нам что-нибудь, сегодня в конце концов пятница, наверное, очень удачливый для вас день. Ну и, конечно же, ждите наших вопросов для вас, дорогие телезрители, разыграем очень интересные билеты, а именно это спектакль, билеты на спектакль и билеты на концерт Волжского хора. Я думаю, поподробнее расскажем о наших призах вам чуть-чуть попозже, поподробнее расскажем, как же их получить тоже чуть позже, ну а пока, наверное, представлю вам нашего гостя и объявлю тему эфира. Детское творчество, так мы назвали сегодня, ведь, мне кажется, с самого детства необходимо как-то воспитывать какую-то творческую нотку в своем ребенке. Как это сделать, где это сделать, где же опытные педагоги собрались у нас, вот как раз сегодня попытаемся ответить на эти вопросы. Итак, я вам представляю Оксану Шумских, директора ЦВР Крылатый. Здравствуйте, Оксана Валерьевна. Ну, расскажите, пожалуйста, ЦВР Крылатый, центр Крылатый, как давно вообще существует в Самаре, что это за центр, какое-то частное заведение, либо бюджетное, муниципальное. Расскажите, пожалуйста. Вообще, я хочу начать с более крупных вещей. В городе Самара, как не во всех наших областях и городах России, сохранилась уникальная система дополнительного образования детей. И она на самом деле у нас очень ярко представлена в нашем городе, и очень интересно она работает. Наше учреждение, центр Крылатый, учреждение, которое насчитывает свою историю с 42-го года. Вот в 17-м году нам исполнится 75 лет. То есть это был большой, очень яркий дворец пионеров Кировского района. Такой знаменитый и на самом деле очень легендарный. Из нашего учреждения вышло очень много, как педагогов, вообще образовательных школ, учреждений дополнительного образования. И вот наш победитель Всероссийского конкурса Виктор Николаевич, это тоже выпускник этого центра. То есть он здесь и занимался. В учреждении в нашем занимается на данный момент 2000 воспитанников. Представлены у нас абсолютно все направленности видов деятельности и творчества. Это и художественная направленность, техническое творчество, физкультурно-спортивная направленность, социально-педагогическая. Ну то есть это такие вот наши параметры умные. А вот как бы для родителей у нас есть студия живописи, у нас есть хореографические коллективы, у нас есть великолепный образцовый коллектив акробатики под названием Ригель. У нас есть кукольный театр, о котором мы еще сегодня расскажем. У нас есть интересное новое направление, это робототехника, которая вот сейчас тоже набирает обороты. Для мальчишек, мне кажется, очень интересная. Да, очень востребовано, очень много. Уже и в конкурсах есть победы. Конечно, наш такой вот, мы не сдаем экзаменов, я всегда говорю. У нас нет ЕГЭ, учреждений дополнительного образования. Поэтому, конечно, показатель нашей работы, это чаще всего достижение наших детей, наших воспитанников. Какие-то конкурсы, фестивали. Конкурсы, фестивали, концертная деятельность у нас очень обширная, мероприятие. То есть учреждение у нас гудит, поет, пляшет, и все на свете мы умеем. И, конечно, я хочу сказать, что учреждение такого плана, это всегда союз таких единомышленников, потому что, конечно, наш педагогический состав, наши педагоги, это люди, увлеченные абсолютно своим делом, своим творчеством, которые заражают детей тем, что они умеют. И, конечно, только за счет этого можно вырастить таланты, вывести их, показать, представить наше учреждение, наш город на разных уровнях. Конечно, родители очень заинтересованы, то есть очень плотно мы работаем с родителями, это и совместные мероприятия, и совместные концерты, и они как бы всегда принимают участие, ну, потому что они тоже заражаются, родители, им интересно, чем занимается ребенок, им интересно следить за успехами. И где-то порой в каких-то объединениях у нас уже такой симбиоз, он очень правильный, я считаю, очень такой потребованный. В конце концов, мне кажется, родительская поддержка, родительская помощь в каждом каком-то мероприятии, концерте, а скоро уже Новый год, да, мне кажется, для всех творческих людей это особая пора, когда родители, они нужны, нужны, чтобы там как-то где-то кого-то переодеть, кого-то как-то подшить, быть может, прямо так вот, да? Это вот такие мелочи, и кажется, что это настолько всегда важно вот в нашей деятельности, и когда ты видишь, что родители вместе с ребенком, и ребенок тоже, он понимает, он чувствует эту поддержку, он понимает, что маме и папе это тоже интересно, и вот только в таком симбиозе результаты, конечно, то есть вот объединения, которые поддерживаются родителями, это всегда яркие очень такие результаты, яркие дети яркие очень всегда. Что ж, мы предлагаем нашим телезрителям поучаствовать в нашей передаче, а именно стать победителями розыгрыша, который каждый день проходит вот практически в стенах универсального формата. Что ж, билеты на спектакль «Дядя Вань, возьми меня в жены», который состоится в театре «Город», музей имени Алабина, 22 ноября, мне кажется, такой воскресный день можно провести за интересным мероприятием, посещая интересное мероприятие, интересный спектакль. Для того, чтобы пойти, отправиться туда с кем-то, с родным, близким человеком, необходимо ответить на наш вопрос, какого героя нашего мультика японцы очень полюбили, прозвав российским покемоном? 202, 11, 22, ну, я думаю, можно догадаться, может, кто-то знает, уже достоверно, может, кто-то был в Японии и слышал, что есть у вас в России замечательный мультик, кстати говоря, относительно старый уже, поэтому и родители наши смотрели наверняка по камере мою, уж точно. Ну вот, «Русский покемон», кто же это? 202, 11, 22, билеты на спектакль «В театр «Город» разыгрываем мы на двоих». Что ж, кажется, я догадываюсь. Кажется, вы догадываетесь. Я думаю, многие наши телезрители догадаются, здесь уже конкурс на время, на скорость. Давайте посмотрим фотографии, которые у нас есть у звонок. Вы представляете, какие у нас скоростные эрудированные телезрители смотрят наши передачи? Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь. Добрый день. Чуть-чуть подальше от телевизора, потому что мы слышим себя, чтобы нам было и вам полегче. Отойдите. Да, как зовут вас? Меня зовут Анна. Анна, очень приятно. Ну, расскажите, пожалуйста, вы вообще мультики-то смотрите до сих пор? Любите? Конечно. Любите. Ну, наверное, этот мультик точно смотрели. Какого же героя нашего мультика японцы очень полюбили, прозвав российским покемоном? Чебурашку. Чебурашку. Действительно, это верно. Да, вот такой замечательный, ну, наш покемончик. Очень хороший, замечательный персонаж, который учит нас любви, дружбе, ну, и каком-то таком самоотдаче, да? Я вас поздравляю. Два билета на спектакль «Дядя Вань, возьми меня в жены», который состоится в театре «Город», достаются именно вам 22 ноября на вечер. Ну, ничего не планируйте, потому что вы отправляетесь на спектакль. Спасибо вам большое. Смотрим фотографии, которые как-то отразят. Я думаю, уж точно... Вот это спортивное наше объединение, у нас оно представлено. Это кван-до, у нас есть секция, сумо, дзюдо. Это техническое творчество, моделирование начальное. Очень шикарно-собразцовый коллектив «Театр мод». Интересная коллекция, вот эта городская. Это танцевальный коллектив «Феери», это уже лауреаты многочисленных конкурсов. Коллектив «Театральный аленький цветочек». Это музыкальное у нас есть отделение, джазовая гитара, эстрадная гитара. Фольклор, конечно же, представлено, потому что мы от истоков, от своих отталкиваемся всегда. Тоже дзюдо спортивное. Да, спортивное мы видим. У нас, да, большой зал. Это вот... У нас есть очень интересный музей Кировского района, который собирает ветеранов, работает исследовательской деятельностью, занимается. Это вот как раз робототехника. Музей «Русский дом», который занимается исследовательской тоже работой. Дети учатся экскурсии проводить, в том числе дошкольников. У нас очень много группы кратковременного пребывания. Вот спортсмены. Нашу гордость, конечно, с достижениями. Ансамбль «Ригель». Вот они, акробаты наши. Это тоже вот они после выступления. Слушайте, какие шикарные костюмы. Прям вот гордость за свою страну, по крайней мере. Тоже робототехника. Вот какой-то конкурс здесь небольшой представленный. Брейкданс. У нас очень интересное такое направление, очень востребованное. Школа живописи «Жар птица». Вот это девочки-батик у нас расписывают. Это витражами мы занимаемся. У нас очень много там направленностей таких внутри еще вот этого творчества. В общем, очень-очень много. Приглашаем, пожалуйста, приходите к нам, приводите детей. С какого возраста? Детей мы принимаем от 5 до 21 года. Пожалуйста, приходите. Такой маленький ребеночек в 21 год. Да, но мы до 18, но вот те, кто у нас долго приживаются, у нас в исключительных случаях иногда ходят. Вот спортсмены, особенно когда уже результаты, когда уже не хочется расставаться. Выпускники, они как-то... Они все с нами всегда, да, они все с нами, они все поддерживают, да, они всегда... Ну и вкратце о педагогах. Насколько гордитесь педагогами? Я горжусь, очень-очень горжусь, потому что много очень почетных работников образования, то есть таких оцененных и отмеченных грамотами Министерства образования, ну то есть заслуженных педагогов очень много. И, конечно, достижений масса на профессиональном уровне. Ну вот, конечно, самое наше последнее яркое достижение – это победа на конкурсе «Сердце отдаю детям» Михайлова Виктора Николаевича. И, конечно, я хочу сказать, что это победа не только нашего учреждения, а и всей системы дополнительного образования городского округа и области, потому что переживали за него, конечно же, все. И эта вот работа, которая ведется планомерно в этом направлении, она вот дает такой результат. Я предлагаю узнать, как он оценивает свою победу, насколько участие в конкурсе для него стало трепетным. Как раз после небольшой паузы мы познакомимся с Виктором Николаевичем, ну и не только, а с Театром Кукол, ну, с художником Театра Кукол. Что ж, небольшая пауза, возвращаемся в студию. Волкозну, погоди. Почему именно он? Роднее, чем другие иностранные мультипликационные герои. А я вот очень давно мультики не смотрел, честно. Я даже не могу точно сказать. А какой любимый мультик? Да вот нет такого. Вот очень давно мультики не смотрел, вообще почти не смотрел телевизор. Больше читал. А почему? Потому что не любите мультфильмы? Нет, я читал больше. Интереснее было читать на голове. А с литературным героем, может быть, есть какие-то ассоциации? Я себя больше с авторами, наверное, ассоциировал. Вот я в детстве читал Артур Конан Дойля. Вот, не только Шерлок Холмс, другие произведения. И читал Айзека Азимова, научную фантастику. Как бы ассоциировал с себя, потому что там умные фразы говорились. Очень. Которые сейчас и цитируют. Но я это все в детстве прочитал. На мышку из Тома Джерри. Почему? Не знаю. Не знаю. Ну, какие-то общие черты? Мне просто несколько раз сказали, что я похож на мышку. Король Лев. Я добрый. Симбой? Нет. Король. Просто король? Конечно. Не ассоциирую вообще ни с кем. А любимый мультипликационный герой? Нет. Нет таких. То есть мультики вообще не смотрите? Смотрю. Почему? Конечно, смотрю мультики. Многие мультики нравятся, но любимых героев нет. Может быть, какую-нибудь принцессу из Диснейских сказок, мультиков? Почему? Не знаю. Просто в детстве так и было, так и сложилось впечатление. Какая принцесса самая любимая? Спящая красавица или Золушка, что-нибудь из этого. Набель из Красавица и Чудовище. А почему? Потому что она читает много книг? Не только. Потому что она влюбилась в душу, а не в то, как выглядит человек. То есть, мне кажется, душа – это самое честное, что есть. Внешность бывает обманчива очень часто. Универсальный формат снова с вами. В 202-11-22 мы работаем в прямом эфире. Этот телефон даст вам возможность стать участниками нашего эфира. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну и, конечно же, ждите второй розыгрыш, который совсем скоро стартует. Ну а я вам, тем временем, представляю наших следующих гостей. Это Виктор Михайлов, руководитель театра «Кукол» Амки Цветочек. Здравствуйте. Здравствуйте. И художник театра «Кукол» Анна Булакова. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, как давно театр существует? Ну, первый вопрос, наверное, такой все-таки. Театр «Кукол» существует с 1985 года. Основатель Людмила Ивановна Зирук. Вот. И я пришел туда во втором классе в 1985 году. И по сей день нахожусь в этом театре. И сейчас уже руковожу. В качестве руководителя уже. Анна, вы куда присоединились? Ну, я кончила художественное училище. Тоже пришла работать с педагогом. И помню даже момент, когда подошел ко мне Виктор Николаевич, предложил стать художником в его театре. Это было в 2003 году. В 2003 году. Ну, слушайте, тоже такой достаточно продолжительный тандем-то уже у вас. Да. Хорошо. Виктор Николаевич, ну, не могу не спросить по поводу конкурса, который совсем недавно показал свои результаты. И вы стали обладателем, да, звания. Рассказывайте нам, где принимали участие, как, с чем, как прошел конкурс, ожидали ли победы. Это был всероссийский конкурс работников дополнительного образования. Сердце отдаю детям. Конкурс достаточно сложный. На заочном этапе принимало участие 300 педагогов. Из них выбрали 60, которые были приглашены в Москву. Было 6 номинаций. В нашей художественной номинации принимало участие 10 педагогов с разных регионов нашей страны. Конкуренция была, да, действительно. Конкуренция была, да, достаточно серьезная конкуренция. Но если говорить в целом и анализировать конкурс, моя победа была, в принципе, закономерна. Потому что это вот не разовое событие. К этому событию я шел многие-многие долгие годы упорного своего педагогического труда, создания коллектива, ни одного коллектива, нескольких коллективов в нашем городе. И когда я рассказал о своем творчестве, о том многообразии и направлении, в которых я работаю, передавая свой опыт ребятам, то члены жюри как бы согласились со мной. И я думаю, исходя из этого, присудили мне победу. Ну, заочный этап хорошо. А что же было на втором этапе, на очном? На очном этапе было... Трофи, которые так или иначе как-то отображают... Да, 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 есть. Вот сейчас вы видите как раз открытое занятие. Это было самое сложное испытание, когда нам необходимо было с ребятами, абсолютно неподготовленными, я их видел первый раз на занятии, ввести свою образовательную программу и рассказать им, чем занимается мой творческий коллектив, образцовый театр «Кукол», «Аленький цветочек». И как бы заинтересовать ребят, чем мы занимаемся на первом занятии. Рассказ о коллективе и заинтересовать те, кто как бы этим делом заинтересовались, приходят уже дальше заниматься. Вот это было самое сложное испытание. Вначале был конкурс самопрезентации, своего педагогического креда, рассказ о своей педагогической практике. Второе испытание у нас было импровизированный конкурс, где нам задавали вопросы, различные ситуации давали, которые мы должны были разыграть. Вот здесь уже подведение итогов после первого испытания, когда объявили победителя номинации. После этого был второй этап конкурса, когда шесть лучших педагогов-победителей в каждой номинации рассказывали свое эссе на определенную тему и тоже круглый стол встречи с министром образования и науки по дополнительному образованию. Что ж, есть у нас второй вопрос для наших телезрителей, разрешите обращусь именно к ним. Герой, ну, коли уж мы сегодня говорим такую детскую немножечко тему, о мультиках, о добром, о светлом, то и второй вопрос, конечно же, будет связан именно с этим. Герои какого мультфильма поют песни об острове Чунга-Чанга? Все знают эту песню, но как же называют этот мультик? 202, 11, 22, вот так вот вспоминайте, давайте. Разыгрываем мы билеты на концерт Волжского хора «Эксамара-городок», мне кажется, это замечательные подарки, тем более за такой несложный вопрос. 23 ноября состоится концерт Волжского хора в Театре оперы и балета. Что ж, Анна, каково быть художником Театра кукол? Мне кажется, здесь необходим просто бескрайний потенциал фантазии, какого-то интересного такого, каких-то находок и так далее. Скажите, либо все-таки здесь как-то Виктор вам подсказывает, говорит, вот такой костюм мне нужен, либо наоборот, полагаетесь, только на вас? Наверное, все-таки все это взаимно. То есть в любом случае, не только с моей стороны, не только со стороны Виктора Николаевича, всегда сначала обсуждается, все это рассматривается, ознакомливаемся с текстом. Конечно, я узнаю мысли и пожелания Виктора Николаевича, это да, конечно, как режиссера. И потом я предлагаю уже свое видение. И уже потом у нас начинается бурное, скажем так, обсуждение. Ну и бурная работа. Приходим к какому-то консенсусу, да? А сколько кукол? Не считали? Не считали. Много. Много? Ну, за сколько? Ну, если в репертуаре театра 12 спектаклей, и в среднем в каждом спектакле задействовано от 10 до 15 кукол, то вот... Слушайте, ну да, можно почитать, несложное умножение, и в принципе, да. Много. Хорошо, что ж, у нас есть звонок от наших телезрителей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Рассказывайте нам, пожалуйста, как давно смотрели мультик, в котором герои поют песни об острове Чунга-Чанга? Ну... Давно? Или нет? Ну, это мультик 75-го года, я очень давно. Хорошо, давайте рассказывать, как же он называется на самом деле, не Чунга-Чанга же? Котирог. Котирог, да, действительно, это верно. Я вас поздравляю, билеты на концерт Волжского хора достаются именно вам. Концертная программа «Экс-Самара. Городок» 23 ноября в Театре оперы и балета. Обрадуйте, пожалуйста, не знаю, коллегу, друга, мужа. Кто пойдет с вами? Ольга у нас уже пошла радоваться, я так понимаю, наверное. Да, пошла уже. Или радовать кого-то, позовет собой. Хорошо. Кукол действительно много, спектаклей много. На репетиционных процессах бываете? Как вообще репетиционный процесс? Мне кажется, это самое сложное вообще. Потому что трехминутное, там, пятиминутное эфирическое выступление на сцене, это... Зрители же не догадываются, что это час, два, три дни, месяцы тренировок и репетиций. Ну, я на самом репетиционном процессе бываю, конечно, редко. На генеральных каких-то? Ну, уже, да, на итоговых, то есть, да, могу иногда присутствовать. В основном я смотрю просто картину в целом. То есть, когда уже готовы декорации, готовы куклы, естественно, я все это смотрю. При освещении желательно, чтобы видеть, что мне нужно доделать. Вот мы как раз видим фрагменты репетиционного процесса, да, что тут? Да, это как раз репетиция по пьесе Виктора Ольшанского «Тринадцатая звезда» моих выпускников, которые год назад закончили наш театр. Вот это была их выпускная работа. Достаточно серьезное произведение. Виктор Ольшанский писал свою пьесу для тюзов. Это серьезный репертуар, который идет в профессиональных театрах. Но нам с ребятами было очень интересно, потому что это старшеклассники 9, 10, 11 класс, а с возрастом детей растет репертуар. Хорошо, что ж, я предлагаю познакомиться с самими артистами театра «Аленький цветочек». Кто это? Кто же скрывается за куклами? Конечно, не скрывается, но все-таки кто говорит голосами кукол? Ну и в чем сложность быть актером театра кукол? Узнаем совсем скоро. Пока. Небольшой сюжет. Нет, не ссоримся и не обижаемся. А в чем секрет вот такой дружбы? Ну, если говорить про семью, то любовь. Если говорить про родственников, то уважение. Многие причины, наверное, я очень часто на них обижаюсь, потому что для меня это очень близкие люди, и мне не все равно, как он ответит, что он подумает, и как это преподнесет, как расскажет. А причины, их очень много, и, наверное, не всегда я себя правильно веду как-то. И они часто обижаются. Да, бывает, всякое бывает. Сами знаете. А как миритесь? Вы или они первые? Ну, обычно я. Ну, иногда они все от обстоятельств зависит. Ну, разногласия бывают. Главное, вовремя исправиться. Найти общий язык и решить проблему. Если это была в чем-то несогласованность, то лучше найти общий язык вовремя, а не откладывать это дело вдоль ящика. Вообще не обижаюсь. Вообще никогда? Каждый сам живет, как хочет, если кто-то что-то сделает. Я тоже могу что-нибудь случайно сделать. Я бы не хотел, чтобы на меня обижались, если вдруг что-то не так. Я же почувствовал бы себя виноватым. И я их понимаю сразу и прощаю, если что-нибудь так даже не обижаюсь. Нет, не часто стараюсь с хорошей отношением поддерживать с ними. Чтобы ни я не обижалась на них, ни на меня. И в принципе не обижаюсь. А в чем ваш секрет тогда? Обида – это очень разрушительное чувство. Никто не виноват в том, что чьи-то интересы не совпадают с нашими желаниями. Это только наши желания. И поэтому обижаться на других, но это как минимум трата энергии, трата собственных сил, времени. Надо мыслить позитивно, верить в лучшее. 202-11-22. Это телефон прямого эфира программы «Универсальный формат». У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Так, передумал наш телезритель. С нами разговаривает. Но если вдруг у вас есть вопросы к нашим гостям, а сейчас у нас пополнился состав участников, звоните, рассказывайте. Так, есть звонок уже. Какой у нас такой замысловатый телезритель. Здравствуйте, хотим познакомиться с вами. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Вера Матвеевна, я пенсионерка. Как вас, с каким вопросом к нам пожаловали, Вера? Вот смотрю вашу передачу, радуюсь за этот центр, поздравляю педагога, который стал лучшим. Ну, я не услышала ни разу, где находится этот центр. А хотите внуков, я так понимаю, отвезти? Есть внуки, творчество? Вы знаете как? Ну, не моих внуков. Так чужие бы дети пришли. Ведь вот я смотрю и радуюсь за людей, и за директора, что он на своем месте. И детей сколько много, и педагоги замечательные. Ну, скажите же, наконец-то, что он на своем месте. Обязательно расскажем вам. Да, действительно, обязательно расскажем. Тут уже и директор за эфиром нам так говорит, что действительно очень хочется рассказать. Так, ну давайте на первый вопрос отвечать. Я так понимаю, что детей приглашаете, и занятия так или иначе, они бесплатные, да? Да. Рассказывайте, где находитесь. Улица Физкультурная, дом 118. Это в районе Безымянки на площади Кирова, рабочий район. Вот там находится наш центр. И наш театр в том числе. Физкультурная, 118. Приглашаем всех творческих родителей, и их детей творческих не менее. Собственно говоря, пополните команду этого центра. Не знаю, какое направление для себя выберете, но там уже решайте. Приходите, много выбора. В конце концов, есть сайт, где так или иначе, кстати, Глава все подробно рассказывается, и все новости последние отображены. Поэтому, пожалуйста, милости просим. Цеверкрылатый, мне кажется, по исковике очень легко найти. Так, давайте буду представлять наших новых гостей. Это у нас Данил Рубцов, актер театра «Кукол, лаленький цветочек». Здравствуй. Здравствуйте. Да, Данил. И Иван Ключник, актер театра «Кукол, лаленький цветочек». Да, правильно, здравствуйте. Ребята, рассказывайте, пожалуйста, вы, как давно вы, собственно говоря, в театре, как давно вы актеры? Мы уже в театре пятый год. Ну да, я четвертый. Ну пять лет, хорошо. А почему на театральное искусство? Почему на театр «Кукол»? Голос нравится свой, и поэтому как-то хочется дать, подарить свои голоса куклам. Да нет, мы просто рады радовать детей, так сказать. Хорошо смотреть на улыбки тех, кто смотрит наши спектакли. Кстати говоря, вот такой вопрос у меня пришел на ум. Все-таки театр «Кукол» — это больше детский театр? Либо можно так или иначе и для взрослых что-то показать через куклы, донести? Совершенно верно. Театр «Кукол» — это только жанр. Жанр, через который мы можем говорить о многих проблемах, в том числе и взрослых проблемах. И взрослые постановки театру «Кукол», они не чужды. Есть очень много примеров в государственных театрах взрослых постановок. Мы видели и «Короля Лира» Воронежского театра, и на фестивале в этом году, тоже в апреле месяце, у нас будет «Волжская театральная весна» проходить. Гальченко мне сказал, что несколько театров кукольных приедут со взрослыми постановками. Со взрослыми постановками. Да. Все-таки почему-то действительно в народе бытует такое мнение, что театр «Кукол» — это вот только детское. Нет, ничего подобного. И тоже смотря, как поставить спектакль, ведь есть уровень, который смотрит младший зритель, а есть уровень, на который смотрят родители, которые их привели. И те, и другие смотрят одно, понимают, по-разному. Да. В конце концов, да, действительно, все сказки, они интересны, я думаю, для взрослого поколения. Что у вас в репертуаре? Какие самые интересные спектакли? Хочу спросить именно у актеров. Да, расскажите, ребят. Какой спектакль вам больше всего нравится? «Звездный мальчик». «Звездный мальчик». Это история о мальчике, который очень эгоистично поступил со своей матерью, прогадав ее из своего дома. Есть, кстати, фотографии этого спектакля. Да, «Звездный мальчик». Пока можно нам рассказывать, афиша такая, да, спектакля. А мы посмотрим немножечко фото именно с спектакля. Вот, как раз недавно мы с этим спектаклем ездили в Москву на Всероссийский фестиваль «Первый полет», где были отмечены специальным дипломом жюри. Понравилось? Да, понравилось. Жюри понравилось. Хорошо. Данил, ну расскажи дальше. Все? Анонс закончился в спектакле? Дальше не раскрываешь? Да что-то как-то скромно. Вот такое ощущение, что больше ничего нет. После чего к нему приходит чародей и волшебным множеством превращает его в родца, который скитается по всему миру, чтобы найти мать и вымолить у нее прощение. Ну слушайте, такая социальная тема, действительно очень важная. Уальд – это автор классик, классическое произведение. Иван, твой любимый спектакль из репертуара? Ну я не знаю, как Данила, у меня любимый спектакль – это «Щука». Веселый такой. По щучьему велению. По щучьему велению, да. Я в нем играю много ролей различных по характеристике. Например, вот воевода, прислужник царя. И различные маленькие роли. Щука, ну, второго плана. Очень интересный, веселый, зарожающий. Ну, в общем, вот. Виктор Николаевич, вы какой обстановкой гордитесь? Есть либо все милые, все детище? Ну, для меня все спектакли любимые, потому что очень сложно выделять один или другой. В одном спектакле мы работаем на то, художественным образом спектакля. Например, «Аленький цветочек» – это наш визитный спектакль, который обязательно должен быть в репертуаре. Конечно. Театр «Аленький цветочек». Вот здесь он очень красочный, да, очень интересный, созданный в жанре палиха. Да, вот с Санечкой мы долго-долго придумывали решение этого спектакля. Другой спектакль «Принцы нищие», которым ребята почему-то умалчивают. Это очень серьезное произведение. Марк Твена тоже классик. Здесь тоже большая была работа и над сценографией, и над каким-то проблемным подходом к этому материалу. «Маленькая баба яга» – это вообще игровой спектакль. Так что много интересных. Они все разнообразные, я так понимаю, все для своего зрителя, но все милые, все для сердца какие-то такие трепетные, да, я так понимаю. Что ж, у нас, так, вот у нас «Принцы нищие» как раз с фотографией мы сейчас видим. Совершенно верно. Слушайте, ну костюмы, я хочу Ане сказать, наверное. А, костюмы шьет моя жена, супруга, да, Марина Михайлова, которая тоже негласно помогает нашему театру. Это такое семейное. Как нам сразу сказала Оксана Валерьевна, то, что это действительно семья. ЦВР Крылаты – это большая, дружная семья, где каждый кому-то как-то помогает. Одному человеку очень сложно справиться с таким коллективом здесь, потому что очень большая материальная часть – и художник, и портной, и плотник, и столер. Так, мы вот видим Бабу-Ягу. Да, маленькая Баба-Яга. Здесь уже актеры так не скрываются ни в коем случае, да? И спектакль в интересном решении, когда ребята попадают на чердак, и вот что у них попадается под руки, вот, например, друшлаг, вы видите, раз уже его к лицу приставил, и ты в старушку превратился. Слушайте, интересно, действительно, решение, правда. Да, вот снеговик из подушек, а когда он на глазах у ребят создается, вообще полный восторг. Где же можно видеть спектакли? Спектакли можно видеть на нашей базе, в Центре внешкольной работы Крылаты. С января месяца начнется, начнет работа, камерный зал наш, который мы ремонтировали к юбилею театра. А также мы выезжаем по детским садам и школам нашего города. Я думаю, еще один спектакль можно увидеть прямо здесь, в прямом эфире, программа «Универсальный формат». Что-нибудь такое, ну, экспронт какой-то, да? Возможно же сделать? Экспронт, хорошо. Всегда рояль в кустах есть. Всегда рояль в кустах есть, да, заготовленная импровизация. Отрывок из любимого спектакля Вани Ключника, да? По щучьему велению, который разработан как раз в нашем театре. Безобразие царской дочери, а есть не дают, пить не дают. Мамка, мамка, мамка! Чего ты, царевна, плачешь, убиваешься? Есть хочу. С утра маховой росинки во рту не было. Как же так? Пять минут назад только отобедали. А я хочу. Хочу, 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 хочу. Ладно, 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 ладно. Сейчас тебе гуся принесут. Гуся давай. Вот тебе, царевна, гусь белокрылый. Яблочками да черносливом запеченный. Попробуй. Вкусно-то как. Боюсь гуся. Он укусит. Как укусит? Он же жареный. И жареный тоже кусается. Кусается, 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 кусается. Ладно, 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 ладно. Сейчас тебе пирожков принесут. Пироги давай. Вот тебе, царевна, пирожки. С чем пирожки? Есть с картошкой, есть с вареньем, а есть с грыбами. С этим не хочу. А с чем же ты, царевна, хочешь? С чем хочу, с чем хочу. С лягушками. С чем, с чем? С лягушками. Да таких пирогов отродясь не было. А я хочу с лягушками. Лягушками, лягушками, лягушками. Ладно, 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 ладно. Сейчас тебе мороженое принесут. Мороженое неси. Вот, вот тебе, царевна, мороженое. Не хочу я этого мороженого. Хочу черного. Где я тебе черное мороженое-то найду, а? Ты что, снимаешь? Где я тебе, царевна, черное мороженое-то найду? А ты в него грязи положи, вот и будет тебе черное. Ой, тьфу-тьфу-тьфу. От твоих слов даже точно стало. Ну, чего ты стоишь в своем мороженое? Заморозил меня совсем. Холодно мне, холодно. Холодно, 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 холодно мне, холодно. Холодно, холодно. Жарко! Холодно, жарко, холодно. Жарко, холодно, холодно, жарко, холодно. Жарко, жарко, холодно. Все, надонели эти слезы, увольняюсь, ухожу на пенсию. Жарко, холодно, холодно, жарко, жарко, холодно. И чего это все такие нервные? Не знаю. Спасибо вам огромное. Слушайте, для меня это был действительно подарок. Артисты в студию, пожалуйста, просим вас. Артисты в студию. Слушайте, я не знаю, я реально под впечатлением вот, что называются настоящие артисты. Виктор Николаевич, вам огромное спасибо за то, что ребята действительно артисты. А как они так владеют своими голосами? Ну, по крайней мере, да, сейчас мы смогли увидеть только Даниила, да, но я так понимаю, что Иван ни в коем случае не хуже, да, по крайней мере, мимика отыграть. Сколько вообще необходимо, чтобы вот на сцену-то выпустить человека? Либо каждый индивидуальный, либо есть такие самородки. Это, конечно, каждый индивидуальный подход, потому что Бог дает талант. И каждый актер, каждый ребенок, он индивидуален. Он кто-то ухватывает в течение года, кто-то в течение двух лет, а кто-то уже через месяц уже готов рвется выйти на сцену. С какого возраста вы принимаете лично в свой театр кукол? Образцовый, кстати говоря. Да, образцовый театр кукол с 10-летнего возраста. Где-то ребят с 3-4 класса. Когда они уже немножечко перестают хулиганить, и с ними уже можно начинать работать, говорить о каких-то серьезных вещах. Давайте напомним адрес еще раз. Куда все-таки родителям приводить своих детей? Ну, не только в театр кукол, но и на другие направления. Да, адрес. Адрес. Ребята. Физкультурная 118. Физкультурная 118. Там кладезь талантов. Что же, вам спасибо большое, что нас смотрели. Вам спасибо большое, что нас порадовали своим творчеством. Ну, а универсальный формат с вами прощается до следующей недели. Пока-пока. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!